Всем привет! На связи Федор Васильев. Мы продолжаем с вами изучать KMS WordPress урок номер 26. Давайте продолжим изучать плагин WP Security. Кликаем по плагину, прокручиваем чуть ниже и давайте посмотрим права на файлы. Кликаем по кнопочке. Если вы совсем не разбираетесь, то у нас в нашем движке WordPress есть файлы и папки, которые имеют права и в данном случае у нас подсвечиваются те права, вот они здесь показаны, которые заодно неверны с точки зрения безопасности и нам по большому счету нужно кликать вот на эти кнопки, где у нас красным помечено. На кнопке написано, видите, установить рекомендуемое разрешение. Давайте это сделаем. Значит, на эту директорию показано у нас. Кликаем на кнопочку и наверху у нас идет пояснение. Разрешение для и путь к файлу, именно wp-config.php успешно изменены на 0.6.4.4. То есть такие права с точки зрения безопасности верны. В данном случае я вижу, что у нас ничего не меняется, хотя показано, что директория изменилась. Я это связываю с тем, что мы находимся на локальном хостинге. То есть когда мы перенесем на хостинг, мы попробуем вновь здесь пробежаться по кнопкам. Переходим, здесь есть дополнительные вкладочки, редактирование файла PHP. Ну, вы, конечно же, обязательно, даже если вы новичок, вы читаете все, что написано вот здесь в синей зоне и вот это вот. Мы с вами здесь ставим галочку и нажимаем сохранить настройки. Переходим дальше. Доступ к файлам wp. Запретить доступ к информационным файлам, создаваемых по умолчанию при установке WordPress. Давайте отмечим тоже эту галочку и сохранить изменения. У нас здесь есть с вами еще системный журнал. Посмотреть системный журнал и кнопочка. Записи в системном журнале не найдены. Так, здесь мы с вами закончили. Переходим в панель управления. У нас уже защищен, система защищена на 60. Нам еще надо будет права на файл изменить, когда будем на хостинге. Переходим ниже базовый firewall и читаем. Активировать основные функции браундмазера. Здесь вы обязательно читаете, да, что это дает. Возможно, вам это не нужно включать. И внизу висе написано. На всякий случай рекомендуется предварительно сделать резервную копию файла аштексов. Этот файл в корне сайта лежит. Но мы с вами делали полную резервную копию, поэтому мы с вами ставим галочку, не боясь что-то испортить. Ниже прокручиваем. Тоже здесь, к сожалению, не переведено на русский язык. Некоторые строки переведены. Читайте, знакомьтесь. Я это буду ставить тоже и эту галочку ниже тоже поставлю. Последняя вот здесь вот опция. Блокировать доступ к файлу debug.log файл. Тоже здесь надо переводить. Можно скопировать текст и вставить его в Google переводчик. Я ставлю тоже блокировать данный файл. Так, не забываем нажать внизу на кнопку сохранить основные настройки. После обновления у нас возникает здесь предупреждение. Если вы до конца что-то не понимаете, лучше не включайте. В википедии я посмотрел, вот что такое xml rpc. Нам тут говорится xml вызов удаленных процедур. Я тоже немножко не совсем хорошо разбираюсь в этой теме, поэтому я, наверное, вот эти вещи, вот xml, не буду включать. Галочки сниму. Сохраняемся. Переходим дальше. Дополнительные правила firewall. Отключить возможность просмотра директории. Здесь осмотрим, что у нас здесь будет запрещаться. Файл index.php или index.html. Давайте поставим галочку. Дальше http трассировка. Отметьте этот чекбокс, чтобы защититься от http трассировки. Но всевозможные уроды здесь атак. Ставим тоже галочку. Комментарий через прокси-сервер тоже запрещаем. Нежелательные строки в запросах. Тоже ставим галочку. Дополнительная фильтрация символов. Тоже ставим галочку. Вы же обязательно открывайте все вот эти подробности и читайте. Здесь и здесь предупреждение. Видите, обязательно сделайте резервную копию файла htexas. Ну, у нас копия уже сделана. Нажимаем здесь, не забываем, сохранить изменения. Переходим на следующую вкладку. Здесь тоже переведено не все. Разверните подробности и здесь уже в принципе из приведенных примеров понятно, что это одни из хакерских атак. Тоже давайте это включим. И здесь тоже. Эта опция активирует 5G защиту. Тоже я как бы тоже не все знаю, да, что за 5G защита. Но мы по максимуму здесь все включаем, защищаемся. Нажимаем на кнопку Save. Переходим дальше. Интернет боты. Вот здесь нужно быть очень аккуратным. Здесь можете почитать. Я эту галочку не советую вам ставить и тоже ставить не буду. Это блокировка ботов. Просто неизвестно, как там это все работает. Вдруг будут блокироваться, ну, как бы нормальные поисковые боты. Если поставим галочку, тем самым затрудним индексацию нашего сайта, не дай бог. Поэтому здесь все-таки подстрахуемся. Не будем ничего ставить. Следующая вкладка. Предотвратить хотлинки. Переходим. Эта тема вообще классная. Предотвратить хотлинки на изображение. Отметит чекбокс, чтобы предотвратить использование изображения этого сайта на сторонних и чужих сайтах. Что это значит? Очень много людей, когда копируют контент с какого-то сайта и дублируют его у себя, картинку не скачивают и загружают к себе на сайт, а просто правой кнопкой мыши кликают по картинке и берут ссылку на изображение и размещают это изображение у себя. Если таких изображений скопировано с вашего сайта будет очень много, это может привести к нагрузке на сайт и другим последствиям. Поэтому мы запрещаем такое действие, чтобы наши картинки так не тырили. И нажимаем сохранить настройки. Дальше переходим в детектирование 404. Если человек, например, заходит на страницу вид 404 ошибку, есть возможность его перенаправить. Вот внизу поставьте, например, главная страница вашего сайта, как правило, всегда доступна. Вот здесь вот можно прописать главную страницу. Здесь, конечно, почитайте, что написано. Вот период блокировки из-за ошибки 404 в минутах. 60 минут. Укажите период времени, на который будет блокироваться IP-адрес. Вот здесь вот читаем. Нажимаем сохранить настройки. А ниже также у нас есть логи. Здесь будет показана страница 404 ошибки. Дальше есть файл экспорта в формате ksv и удалить все записи об ошибке 404 из базы данных. Ну, когда, если здесь будет много, их периодически надо будет нажимать на эту кнопку, чтобы чистить базу данных, да, вот информация об этой ошибке. И следующая вкладка мы пропускаем. Здесь уже нужно быть профи, чтобы понимать, что это такое. Здесь можно вносить правила, необходимые нам, в файл .htexas. Это такой серьезный файл. Здесь с ним лучше не играться, если мы плохо разбираемся. Иначе может наш сайт быть просто недоступным. То есть мы это пока пропускаем. И обратите внимание, у нас вот здесь уже цифра довольно-таки интересная. 175. Видите, как шкала поднималась? Почти до половины дошла. То есть мы все больше и больше защищаем наш сайт. Также периодически можно просматривать главную страницу, иначе мы могли что-нибудь выключить. Неизвестно, как поведет сайт себя. Вдруг он просто перестанет отображаться. Но в данном случае у нас все хорошо. У нас все равно интересная копия нашего сайта и файл .htexas, поэтому мы ничего не боимся. В данном случае все пока работает, все нормально. Очень аккуратно мы с вами здесь все настраиваем. Давайте еще посмотрим вот эту интересную опцию ниже. Режим обслуживания. Кликнем по кнопке. Включить режим обслуживания. Включите эту опцию, если вы хотите, чтобы обычные посетители не могли просматривать ваш сайт. Это могут делать только администраторы. Ну, например, у нас сайт находится уже на хостинге, и мы на хостинге его разрабатываем. И мы не хотим пока, чтобы видели наш сайт. Давайте посмотрим, как это работает. Включаем галку, нажимаем внизу на кнопку, перейдем на наш сайт. Если сейчас обновимся как администраторы, мы все видим, сайт работает. Если зайдем как обычные пользователи, для этого нам нужно просто выйти с сайта. Только будьте, ребята, осторожнее, здесь есть один нюанс. Если мы разлогинились, мы не можем попасть на сайт. Если я введу vp-админ, автоматически перенаправление на vp-логин не происходит. Смотрите, в админке то же самое мы видим, даже если мы напишем с вами здесь vp-логин и нажмем Enter. У нас все равно эта страница, все, что делать. Я сейчас вам расскажу. Вам нужно запомнить вот эту страницу, когда вы разлогиниваетесь, прям сохранить документ, если вы пользуетесь вот этой страницей блокировки. По именно этому адресу мы можем попасть в админку. Сейчас я вам покажу еще раз. Смотрите, мы переходим с вами в эту опцию, включаем ее, сохраняемся. Здесь на сайте мы авторизованы, то есть вот мы нажимаем, например, выход или мы зашли там в какой-то другой день и у нас произошло разлогивание в системе. Вот выход нажимаем. Вот в этот самый момент вот эту страницу вот в адресной строке, вот прям как она есть, вы ее копируете, сохраняете к себе в документы, сохраняете обязательно где-то на компьютере. И с помощью этой ссылки вы сможете видеть окно авторизации, чтобы попасть в админку и продолжать работать над сайтом. Без этой страницы, как я понял, мы не видим ни админку, ни страницу. Фронтальную часть сайта мы не видим, у нас все закрыто. Так что имейте это ввиду на главную страницу, то мы видим вот такую вот страничку, то есть эта полезная страница, она существует прямо в этом плагине, да? Не придется ставить какие-то отдельные плагины. Здесь написано все на английском, просто браузер меня это все перевел. Этот сайт в настоящее время недоступен, пожалуйста, повторите попытку позже. Либо вы придумываете свой текст, либо копируете этот перевод, то есть он прописан вот здесь. Можно просто написать здесь все что угодно, вставить картинки, все что угодно, потому что здесь у нас полноценный редактор. Итак, на этом уроке мы с вами добились уже, судя по вот этому счетчику, 175 уровень защиты. Нам осталось совсем чуть-чуть, чтобы до середины нам защитить. Этого будет достаточно, не будем заморачиваться. И вот здесь вот видите, права на файл у меня не подсвечиваются зеленым, как я и говорил. Вот эти вещи, как я понимаю, они не сработали у меня на локальном хостинге. Их попробуем еще включить, когда будет сайт находиться на хостинге. Больше пока не могу я объяснить, почему у меня это не срабатывает. Здесь много чего есть, но мы некоторые вещи, наверное, с вами пропустим, не будем их настраивать. Какие-то такие сложные тут замороченные. Самое главное здесь включить базу, потому что все-таки этот плагин уже рассчитан на профессионалов именно по защите сайтов. Поэтому мы с вами настроим именно базовые вот эти нюансы, чтобы не навредить себе и при этом наш сайт был защищен. На этом данное видео подошло к концу и увидимся в следующем видео. Пока-пока. Итак, как получить премиум тему для WordPress? Премиум темы могут получить только активные подписчики моего сайта. Это бесплатно. И это займет всего несколько минут. Для того, чтобы получить премиум тему, вам необходимо пройти на мой сайт fedorovasilev.ru, адрес, который вы сможете найти в описании под этим видео. Если вы не зарегистрированы на сайт, вы проходите в меню вход регистрация вот здесь. Если вы не зарегистрированы, то вот здесь вот ниже есть такая ссылочка. Еще нет учетной записи. Вопрос. Кликаем по ней. Вам нужно пройти несложную регистрацию. Давайте запишем имя. Пишите, пожалуйста, реальные данные. Я записал имя и логин. Пишем пароль. Подтвердить пароль. Далее необходимо выбрать вот здесь ваши интересы. Ну, если вам интересен только WordPress и вы хотите получить премиум тему прямо сейчас, тогда вы ставите напротив слово WordPress галочку. Обратите внимание, что по умолчанию галочка также стоит на Adobe Muse. Если вам эта тема неинтересна, галочку снимаем. Ниже нам остается лишь прописать свой рабочий email. Убедитесь в том, что у вас есть доступ к вашей почте, чтобы вы смогли получить подарок, так как подарок придет автоматически к вам на электронный ящик. Я прописываю почту. Подтвердите почту. Прописывайте то же самое и поставьте вот здесь вот птичку. Капча. Защитный код. Нужно дождаться вот такой вот галочки. Дальше мы нажимаем регистрация. Почти все готово. После обновления страницы практически сразу вы увидите вот такое сообщение. Учетная запись для вас была создана. На указанный при регистрации адрес электронной почты была отправлена ссылка для ее активации. То есть сначала нам нужно подтвердить, что мы реальный человек и подтвердить адрес электронной почты. Проходим на почту. Моментально приходит письмо с ссылкой для активации вашей учетной записи. Заходим в письмо. Видим вот такое вот приветственное письмо. Здесь также указан ваш логин и пароль. Ниже вы сможете также ознакомиться с другими моими обучающими материалами. Но сначала вам необходимо кликнуть вот на эту ссылку. Кликаем на нее один раз. Вас перебрасывают на мою страницу Федор Васильев.ру уже вот с таким сообщением. Сообщение премиум тема ВП значит WordPress в подарок. Успешно отправлено по адресу. То есть на тот же электронный ящик отправлено еще одно письмо уже с вашим подарком. Проходим обратно в электронную почту. Заходим входящие и видим вот такое вот письмо. Внимание! Если это письмо не пришло сразу, подождите 10 минут. Если письма не придет, проверьте папку спам. Если и там его не будет, только тогда напишите мне на почту. Почта также указана под каждым роликом моим в YouTube или почта указана на сайте на моем Федор Васильев.ру. Пишите мне на почту и я в ручном режиме отправлю вам письмо. Кликаем по письму премиум тема ВП в подарок и вуаля! Вот ссылка на закачку темы. Кликайте на нее и скачивайте тему себе. Я вас поздравляю! Теперь информация для тех, кто уже был ранее зарегистрирован у меня на сайте и хочет также подписаться на рассылку WordPress и получить премиум тему. Что делать вам? Вы также на моем сайте нажимаете вход и регистрация. Если вы уже зарегистрированы, вводите свой логин и пароль, нажимаете войти. Прокручивайте страницу в самый низ. Здесь внизу находите ссылку управление подписками. Кликайте по ней. Прокрутим чуть ниже. Здесь мы также можем подписаться на любую рассылку, которая нас интересует. В данном случае это WordPress. Вы просто ставите вот здесь вот да и нажимаете ниже кнопку сохранить изменения. С этих пор вы будете получать информацию дополнительную, возможно о выходе каких-то видеокурсах на тему именно WordPress по данной рассылке. И также вам должно прийти в автоматическом режиме после нажатия на кнопку сохранить изменения письмо с данной темой. Опять же подождите 10 минут, если письмо не пришло, проверьте папку спам. Если там нет, тогда пишем на мою почту. Почта также указана вот здесь в подвале. Я в ручном режиме отправлю вам письмо. На этом обучение закончено. До новых встреч, друзья! Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостинг. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостинг, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь. Субтитры создавал DimaTorzok